Привет! Меня зовут Сергей, и в этом видеоуроке мы с вами сплетём вот такую легкотню. Это, наверное, самый лёгкий и простой урок из всех уроков, которые есть на моём канале. Эту подвеску можно использовать в качестве брелка на портфель. Можно подарить вашему папе, чтобы он повесил на зеркало в автомобиле. Или можно использовать этот брелок в качестве ёлочной игрушки, конечно же, когда придёт Новый год. Давайте посмотрим, как она делается. Для плетения такой подвески желательно использовать вот такой вязальный крючок. Если же его нет, то вы можете воспользоваться обычным крючком для плетения из резинок. И также нам понадобятся резинки суммарно где-то около 100 штук разных цветов или одного цвета. Я буду плести вот эту подвеску из двух цветов, и поэтому нанизываю около 50 резинок. То есть 100 мы делим на 2, и получается, что каждого цвета у нас получается примерно по 50 резинок. Но всё, конечно же, на глаз, и я их не пересчитываю. Вы можете, конечно, меня в этом уроке затроллить, сказать, Сергей, что за ерунду ты придумал? Зачем такая подвеска? Только пустая трата резинок. Я уверен, что многие из вас так скажут. Но это не перевод резинок, потому что если вам не понравится такая штучка, то вы можете её с лёгкостью разобрать, при этом не повредив ни одну резинку. Ну вот, примерно 51 цвета накинули, и накидываем на крючок 50 резинок другого цвета. Я использую фиолетовый и вот такой цвет бордовый или бургундий, он ещё по-другому называется. Так. Теперь берём одну резинку, и на неё нам нужно скинуть все вот эти резиночки, которые мы с вами сделали. То есть я беру и вот так немножко шатаю крючок, и на него, видите, на резиночку спадают все резинки, которые мы с вами сейчас сделали. Теперь вторую часть вот этой резинки я возвращаю на крючок. Берём ещё одну резинку и просовываем на неё две петельки, которые у нас на крючке находятся. И уже из этой резиночки мы делаем петлю, проводя одну её часть внутри другой части этой же резинки и затягиваем. Чтобы подвеску было удобно куда-то повесить, то мы должны вот эту ниточку сделать немножко длиннее. Поэтому берём ещё одну резинку, просовываем её внутри петельки и из неё делаем петельку, проводя один конец этой резинки внутри другого конца или другой части этой резинки. Но можно ещё на одну увеличить. Раз. Возвращаем на крючок другую часть и делаем петлю. Вот такая подвеска у нас получилась. Вы можете сделать такие подвески, как бы изображающие флаг вашей страны или просто из разноцветных резинок сделать такую снежинку, такой брелочек. Я надеюсь, этот урок вам понравился, несмотря на его простоту. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите ваши комментарии и ваши впечатления об этом уроке. Понравилась вам такая штучка или нет? До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»